Пророк начал скрытый призыв. Удивительно, что в Мекке были идолы, истуканы, и прорицатели, и колдуны. И никто не возражал их наличию. Амр-бн-Лухи привез в Мекку, в Каабе идолы, и опять никто не возразил. Даже более того, количество идолов стало увеличиваться вокруг Каабы. Когда же пророк Али Саратусан начал свой призыв к Аллаху, к тому, чтобы люди поклонялись только Аллаху, люди стали проявлять вражду. И сказали про него, что он лжец, и что он колдун, и что он сумасшедший. Стали подстрекать людей к тому, чтобы они говорили плохие слова про пророка Али Саратусан. Они притесняли его, причиняли ему обиды, ругали его, оскорбляли, били его. И даже они взяли и положили однажды ему на спину внутренности верблюдец, когда он совершал земной поклон. Никому не причиняли бы такие обиды, кроме пророка Али Саратусан. Тогда пророк Али Саратусан отправился в город Таиф. То есть, он делал то, что от него зависит из причин, при этом уповая на Всевышнего Аллаха. Он думал, что, может быть, жители Таифа помогут ему и защитят его от того положения, в котором... Но они выгнали его и оскорбили. И направили на него детей, которые стали бросать на него камни. И тогда предстал перед ним Джибриль. Вместе с ним был ангел гор. И сказал ангел гор, если хочешь, я обрушу на них две горы, которые есть в мире. Но пророк Али Саратусан, он надеялся, оптимистично, что Всевышний Аллах излечет из потомства, сделает из потомства этих людей, тех, которые будут поклоняться только Аллаху. Да.